Всем привет! После хорошего отдыха можно и поработать. На канале Лёля Лайф завтра будет видосик про то, как мы съездили в Карелию, замечательно отдохнули, про клёвую локацию. Вот, ну а сейчас, ребята, давайте работать. Я еду в ночную смену. Надеюсь, заказиков будет много, и бабосиков я заработаю тоже достаточно. В общем, ребята, хватит болтать. Всем приятного просмотра! Работаю я, как всегда, по парку Звёздный. Это парк, в котором вы можете выбрать комиссию самостоятельно. Либо 3%, либо фиксированную оплату за заказ. 10 рублей для Питера и Москвы, 3-5 рублей для регионов. Ссылочки для подключения оставляю в описании под видосом. Еду сейчас в город. По Колпино таксовать, наверное, нет смысла, потому что мало кто сейчас будет заказывать такси. А в городе по-любому машинки нужны, поэтому я еду в город. Поставила функцию по делам. Вот, функция по делам. Но, если честно, наверное, мне заказ никакой не придёт, потому что малая вероятность того, что кто-то поедет сейчас в город. Из Колпино. Времени сейчас 12 часов ночи. Здравствуйте, а вы не в Купчино едете, нет? Я не в Купчино. Здравствуйте, я вы в Купчино. Здравствуйте, на Софийскую. На Софийскую? А куда там? В какую сторону? На Софийскую, нехуй, со 6, я заказывал. А, не-не, я не такси. Ну, я просто по пути кого-нибудь подобрать. Ну, в принципе, как бы по дороге. Сколько, если вы заметили? А за сколько вы заказывали? А? За сколько вы заказывали? За 300. А вы какое заказывали такси? Яндекс. Яндекс, да? Ну, я как раз тоже Яндекс. Ну, да, в принципе, я думаю, можно поехать. А вам нужно будет отменить, да, получается, машинку, которая... Так, точно. Ну, отменяйте, садитесь тогда ко мне. Ты смотри. Я сумочку закину, она не грязная. Конечно. Я её всё на колене еду. А спросите, куда мужчина? Мужчина, куда вы едете? А? Сейчас, а мужчина куда едет? Мужчина куда? А вы не подскажете, а сколько будет стоить? Да, колеса, которые на Московском шоссе, Копинское шоссе, точнее, Пушкин уходит. А, вот это колесо, да? Блин, нам с вами немножечко не по пути, наверное, будет. Здравствуйте, я заказываю от меня, я уже уезжаю. Нам просто не по пути немножко. Мы поедем сейчас по Софийской, а вам нужно прямо туда, вот, в другую сторону. То есть не по пути, да? А, ну всё, давайте. Ага, до свидания. Прекрасная работа. Человек на Василийском острове. Серьёзно? Офигеть. Что, говорит, всё перезаключило, я вам, говорит, даже отменить, говорит, не могу. Офигеть. Ну, видите, как я вам подвернулась, да, хорошо? Что-то у меня с мелкими нет, только шпукарь есть. Только шпукарь, блядь. Может, повернулся в какой-нибудь магазинчик заскочить, извиняюсь себе, как было. А там по пути заправка, кстати, будет. А, кстати, да, вот, варить. Можно на заправке, да, да, да. А куда вы там едете, если не секрет? А? А куда вы там едете, говорю, если не секрет? Не секрет, я работаю и живу там. Да? А что там за работа такая? Как сказать? Ремонт, задвижек, высокого давления. Ну, что ещё можно? Я больше ничего не буду сказать. Ну, прикольно. Необычная такая профессия. Нет, профессия у меня обычная только. Да? Просто я участвую в этом всем процессе. А-а-а. Я с вами схожу в туалет сбегу. Это смена тяжелая. В туалет я не буду при этом сама провожать сами. Конечно, конечно. Сейчас так мы встанем. Да, чисто так это, смотри, денежку снистились. Кому не мешать. Нет какие-нибудь пожелания в дорогу там? Пожелания в дорогу? Да я имею в них, что купить в дорогу. А, да не, ничего не надо. Спасибо вам большое. А что мне? Не открывается? Так, подождите. Странно. Всё. Ага. Да, всё. Ну, вот, всё. Удачно. Чуть-чуть посильнее в дверку не закрыли, она просто. Да. Всё отлично. А вход у вас там, да, где красная дверь? А вот здесь вот? О, да, мать. Ага. Спасибо. 400, не дождать. Так надо? Да. Спасибо вам большое. Вам спасибо. Всего хорошего вам. Так, ещё сумочку не забудьте. Спасибо большое. Сейчас как раз я в курсе. Да, на всякий случай. А то часто, знаете, забывают, уходят, но потом я бегу, еду сзади. Стойте. Типа сумку забыли. Бывает. Ладненько. Может быть, они едут в Купчино там или куда-нибудь в сторону метро. Ну, и вот, мне повезло. Мужчина ехал в сторону метро Купчино. И он, оказывается, заказывал Яндекс.Такси. И это такси стоило 300 рублей. Но оно до него так и не доехало. Я приехала раньше, перехватила машинку, короче, и получила 400 рублей. Спасибо огромное вам, мужчина, за такой чаёчек. Отличное начало смены, я считаю. 400 рублей без процента у меня в кармане. Я молодец, как обычно. Хитрость моё второе имя. Опа. Заказик прилетел. Подача полтора километра. Я только заехала в город, и вот сразу первый заказик у меня пришёл. Очень клёво. Опять я еду в какую-то промзону, если честно. Вообще стрёмненько. Ну, наверное, просто сейчас люди закончили работать на каком-нибудь заводе. И я их сейчас оттуда повезу домой. Здравствуйте. 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 Поселённые. А вы на газели, получается, да? Работаем? Да, я работаю на газели. Потише плечку, впереди камера. На 60. О, за мусором. Хорошее дело. Ну, очищайте город от... Какая-то, какая-то, мусорная, да? Редко девушку встретят уже в такси. Это да, согласна с вами. И боязно работать, и да? Да вообще не страшно. Ну, а что бояться? Народ разный. Это я согласна. Ну, у меня тут есть и электрошокеры, и газовый баллончик, так что... Ну, вот, единственное, когда, знаете, вот, например, садятся, вот, как, ну, за мной вот сейчас ваш друг сел, вот это неприкольно, да. Я обычно прошу тебя пересесть, потому что не очень. Ясно. Так кто-нибудь что-нибудь накинет, значит, и все. Не бойтесь, мы не так ем. Да я поняла, да. Триста семьдесят два рубля. Сдачи не надо. Да? Спасибо вам большое. Вам спасибо. Удачной смели. Спасибо. И аккуратненько. Спасибо. Всего хорошего. До свидания. Триста семьдесят два рубля заказика мне оставили в пятьсот рублей без сдачи. Очень приятно. Спасибо большое. Еще мне прилетел вот новый заказик по дачам один километр. Поеду куда-то, как я поняла, далеко, на старую деревню. Точнее, какую-то деревню старую. В общем, посмотрим, короче. Я, правда, без понятия, где это находится, далеко-то недалеко, но звучит как-то стремновато. У меня за полчаса уже девятьсот рублей в кармане. Ну, наверное, все-таки не девятьсот, чуть-чуть поменьше. Сейчас Яндекс свой процент возьмет с парком. Ну, что там, парк всего десять рублей, да? А Яндекс процентов двадцать, наверное. И все, в принципе. Мне очень нравится, как началась эта смена, правда. Заказики такие хорошие. Вот два заказа и большие крупные суммы. Ну, по Яндексу как бы всего лишь один заказ, но то, что я человечка подобрала за четыреста рублей, это идеально. Здравствуйте, вверх нет, да? Да, здравствуйте, да. Я прошу прощения, секрет, как я так понимаю, нельзя. Ага, а пиво есть, где-то пить? Пиво, а сколько у вас там было стало? Да, там третий. Ну, оно точно не прольется, оно? Абсолютно. Вообще, как бы, по идее, такси это общественный транспорт. Да, буквально две минуты. Давайте, окей, подожду вас. Сейчас я развернусь как раз. Я чуть-чуть до в окошках открою. А, то это... Запашочек такой, ну, перегарчика. Хороший. Сори. А вы домой, да, едете? Теперь уже, наконец-таки, да. С работы? А чем занимаетесь, если не секрет? Организация концертов, наверное, влиятельность. Прикольно. Так, у вас-то безналичная платина у нас. Да, у вас безналичная, все, отлично. Спасибо за поездку. Спасибо вам. Заказ предоплачиваем карту. Большое. Спасибо. Всего хорошего вам. До свидания. Спасибо. Удачи вам на работе. Всего доброго. До свидания. Спасибо. Обалдеть, я в шоке. Смотрите, заказ стоит 239 рублей. И заказ был по безналу. А мне мужчина оставил еще сверху наличными 200 рублей на чай. Хотя я ему сказала, что у вас безналичный, как бы, ну, у вас безналичный расчет. Как бы все, спасибо, до свидания, да. И он мне оставил еще 200 рублей. Обалдеть. Я, в общем, поняла. Нужно общаться с людьми, и тогда будет больше чаюхи. Ну, действительно, людям приятно же общение. Естественно, они хотят разговаривать. Ну, кто хочет, кто не хочет. Ну, это уже на уровне чувств происходит. Ты сам понимаешь, стоит говорить с человеком, не стоит. Вот. Ну, в общем, мне очень нравится эта смена. Правда. Правда. Очень рада, что так все получается. И спасибо огромное людям, которые меня оставляют на чай. Мне безумно приятно. Спасибо вам большое. А вы слышали мою песенку и видели ли мой клип? Ну, трек, точнее, не совсем мой. Просто я переделала слова под себя. Музыку оставила этого исполнителя. В инстаграме у меня можете посмотреть этот трек. Вот. И клипак там угарный вообще просто. Старалась для вас, между прочим. Чекайте в моем инстаграме этот клипак. Слушайте песенку. Если вам она зайдет, то я могу как-нибудь ее скинуть. Там, не знаю, на Яндекс.Диск. Заказик прилетел. Только в город въехала и сразу же заказик. Подача 600 метров. Здравствуйте. Здравствуйте. Добро пожаловать в Яндекс.Такси. А чем вы занимаетесь, если не секрет? Я? Официантом. Официантом? Угу. Я тоже работала раньше в какой-то сфере. Ну, не совсем официантом, а встречала гостей. Не хостес, но... Ну, не совсем, нет. В Кальянной встречала гостей там чай, печеньки. Знаете, с такого плана. Впереди камера на полосу. Вот. А они в центре, случайно? В центре, да-да-да. А чего уж ты? Да надоело что-то у меня вообще. Устала уже от людей. Ну, вот именно вот, когда там все приносить. Там многие недовольны. Да. Это вам не то. Да, поэтому я решила, что нафиг надо. Мои нервы у меня дороже. Ну, конечно. За рулем очень хорошо, вообще спокойненько так. Молодец. Тоже любите, да? Молодец. А права же есть, да, у вас? Есть. А три года есть права? Больше. Даже больше? Как мне, а узбекская права. Ага, ну, а здесь русская, да, получается? Если больше. Пожалуйста. Так что надумайте меня эти работы. Всего хорошего вам. До свидания. Я попала прямо в центр. 295 рублей стоил заказик. И мне новый заказик прилетел по даче вот один километр. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы поселим, закрыли. Домой едете сюда? Да. Потусили? Или с работы? Работали? Да. Ну, кем работали, если не секрет? Матрос. Матрос? Да-да. То есть, когда ютубчики снимаются. М? Питасы снимаются. Это убедительно. Серьезно? Да, вспоминал. Забавно. А я думаю, почему привет? Я уже хотела такая, так, что-то странно как-то. Смотришь видосики, да, мои? Ну, так, что вылезло, он посмотрел. Угу. И как тебе? Лицо запомнило. Да прикольно, слушай. А ты матросом, да, работаешь? Да. Прикольно, на самом деле. А как зовут тебя? Миша. Миша Оля. Очень приятно. Хочешь садить вперед? Что ж, лучше видно было? Ну, как хочешь. Давай, прыгну. Давай. Поправиться надо? М? Поправиться надо. Поправиться? Еще чуть-чуть, это. Дверь, дверь. А то, боже, сейчас плярится. Ну, извините, самозащелки нету, которая доводит. Там. Заряд, понимаю. Ты эконом, класс. Все, все, не выкендриваюсь. Если хочешь, чтобы двери сами закрывались, заказывай там бизнес, знаешь? Да, да. Премиум. Единь заказали. И что, как работа? Нормально, на самом деле. У меня сегодня прям офигенная смена. В плане денег? Да, да, да. Прям чьюху так вставляют активно. Мужик оставил 200 рублей. Просто я такая, нифига себе. Ничего симпатичной девочки не оставить. О, ну ладно. Спасибо. А как работа у тебя? Просто реально интересно. Моряки вот как? В плане. Ну, это не море, это река. Каналы вот эти. По каналах. Экскурсия. Угу. А получается, ты сам проводишь экскурсию? Или ты просто управляешь судно? Я матрос, я швартуюсь, по двигателю все смотрю. Ага. Шаришка рождает. Упражает капитана. Ну, да. Прикольно. Что, покататься не хочешь? Можно. Нет, клево на самом деле. Я каталась уже года два лет назад. По каналу. Приходи там, бери, не знаю, друзья. И что? С молодым человеком. Да? Не с молодым. Такая же. Как-то с подругами. Забавно. Давай, все счастлива. Счастливо. Давай. 421 рубль. Спасибо за поезд. Мне было очень приятно, что молодой человек меня узнал. Я его заставила подписаться. Ну, оказывается, он просто смотрел мой видосик один, да, и не подписался на меня, но я его заставила подписаться. Вот. Так что у меня плюс один подписчик. Это очень хорошо. Вот. К сожалению, я не успела сейчас переехать через мост. Прямо перед моим носом закрыли этот мост. Я сейчас нахожусь где-нибудь метро Ладожская и тому подобное. Ну, надеюсь, что здесь тоже будут заказики. Вот. Такие пироги, короче, я на линии. Ждем заказик. Заказик прилетел. Подача 1 километр. Здравствуйте. Ой, здравствуйте. Неожиданно. Добро пожаловать в Яндекс.Такси. А вы отмечали что-то? Нет? Да, начало отпуска. Начало отпуска? Угу, здорово. Меня никто не поддержал, поэтому я получил в одиночестве. Серьезно? Я не могу пока. Офигеть. А как так друзья вас обвиняют? Так вот, что-то там расстроено. Совсем офигели вообще. Смотри, очень приятный. Да. Спасибо большое. Сразу первое впечатление. Вот такое. Очень важное. Спасибо. А кем работаете с Минсика? Преподавателем. Преподавателем? Серьезно? Да. Фига себе, что преподаете? Электротехнику. Электротехнику? Круто. В универе, да? Верю. А в каком? Горный. Горный, да. Я просто сама учусь в политехе. Ага. Мы типа с вами конкуренты. Ну вот, мне кажется, кстати, политех круче, чем горный. Мне тоже так кажется, поэтому я пошла именно туда. Ну у меня не было выбора, потому что я там пятое поколение. Ааа. Добрый прадед основал кафель. Круто, слушайте, вообще. Спасибо большое, был очень приятно. Да не за что. Всего хорошего вам. Желаю вам удачи. Спасибо, вам тоже. Спасибо. 85 рублей стоил заказик. Новый заказик мне еще не прилетел. Вот. Будем надеяться, что прилетит еще заказик. Ну а так вообще обидно, что я в центре, конечно, не осталась. Там сейчас как раз кафе высокие. Ммм. Необычно так вообще, да. Прям целая династия электротехников. И очень здорово то, что молодой человек пошел по стопам своих предков. Но мне кажется, что все равно человек должен сам для себя решать, что ему нравится. Заниматься тем, от чего вы получаете удовольствие. Я сейчас поняла то, что можно проехать через Тучков мост. Потому что он сейчас сведется, и я попаду прямо в центр, в пик заказов. Короче, я поехала. Заказик прилетел с коэффициентом 1.8. И подача была вообще просто минимальная. Проспект Славы. Блин, капец. Я сейчас уеду в жопу, что ли? Опять? Не хочется вообще туда ехать, конечно. Ну, блин, коэффициент 1.8, ребята, это, конечно... Это нормальная тема. 581 рубль. Ну что, я сейчас в Купчаге нахожусь. Надеюсь, сейчас будут заказики в центр какие-нибудь. Мне оставили чаюху 29 рублей. Очень мило. Спасибо большое. Заказик прилетел. Подача 2 километра. Улица Ленсовета. Это гетто, ребята. Вы такси, да, заказали? Да, да, да. Да, Ленсовета, правильно? Да. Добрые ночи. Здравствуйте. Домой доедете? Да. Домой роботы идете, да? Где-то полгода. Осталось больше. А? Осталось больше. Ага. А вы отдыхали, да? Работали? Ага. В гостях были. В гостях были? Как посидели, понимаете? Хорошо. Да? Хорошо отдохнули? Хотели остаться, но завтра тут тоже дела есть. А, понятно. А вы сейчас работаете в Ортусске? Учимся. А, учитесь, да. Как вы, получается, просто учитесь и не работаете, да, нигде? Пока что да. В поисках работ. В поисках работ. Так родители, да, получается, помогают. Ага. Угу. Не, я слезла с родительской шеи уже, да. Они сами именно запрещают, чтобы мы работали, чтобы мы просто учились. Не, мы тоже давно, мы тоже особо не хотим. Ну, это не прикольно, да, так брать у родителей деньги, типа, ну... Мы, да, сами даже особо не просим, они сами отправляют. Как-то странно, типа, можете отправить их. Нет, это уже, мы тоже вышли. Все, спасибо большое. Да, вас пока рассердят. Спасибо большое. Давайте, слезайте с шеи родителей. Зарабатывайте бабки сами. Давайте, счастливо. Все, 114 рублей стоит заказик. На самом деле, я не в гетто. Я думала, что мы просто поедем в Ленсовето, поселок Ленсовето. А это, конечно, реально жесть там. Ужасное, ужасное место. Я там просто жила. Вот, и там прям стремно. А как вы относитесь к такой жизни, как бы, когда вы берете там от родителей деньги? В старшем таком возрасте довольно-таки. Четвертый курс, это вот 22, 23 года, 21. Я считаю, что нужно уже самостоятельно зарабатывать и, наоборот, помогать своим родным, нежели от них брать деньги. Как вы считаете? Пишите об этом в комментариях. Ну, вот и все. Я закончила свою смену. Двигаюсь сейчас в сторону дома. Вот я и в Колпино. Смена моя закончилась. Работала я 7 часов. И за эти 7 часов я заработала 3200 рублей. Бензина я потратила на 700 рублей. И получается, что чистыми я заработала 2500 за 7 часов. Хороший показатель. Пассажиры были все адекватные. Ну, что хочу сказать. Ночью реально заработать, даже в будний день. Заказчики попадаются хорошие. У меня вот единственный заказ был 85 рублей. Остальные были там 200-300 рублей. То есть, ну, с коэффициентом вообще огонь. Особенно по центру. Смена была спокойная. Подоставала я немного пассажиров. Поспрашивала у них, кто кем работает. Кто чем занимается. Сколько бабла поднимает. Кстати, ребят, я еще создала телеграм-чат для водителей. И просто для подписчиков. Так что подписывайтесь. Вот такая вот ссылочка здесь. И будем там с вами общаться. Короче, спасибо вам большое за просмотр. Ставьте большие пальцы вверх. Пишите комментарии. И обязательно подписывайтесь на мой канал. Всех люблю. Пока-пока.